Клумбы своими руками Оформление цветников и палисадников следует по праву признать еще одним направлением в искусстве Не так легко выбрать растение по Цветовой гамме по периодичности цветения по расположению на участке Но именно оформление цветочных палисадничков поможет участку обрести неповторимость Дело это достаточно хлопотное и трудоемкое, но эффект превосходит любые ожидания Пусть каждое соцветие забирает на себя время и внимание, насколько положительных эмоций доставят его рост, развитие и цветение Существуют даже компьютерные программы, предлагающие варианты готовых цветников, ракариев, альпинариев Также они могут подсказать интересную идею для создания зимних клумб, помочь подобрать современный стиль Для этого всего лишь необходимо выбрать команду «Создаем цветник» Выбор цветов для палисадника Соцветия для клумб рекомендуется выбрать с особой тщательностью, учитывая все пожелания цветовода О тех цветах, которые планируется высаживать на дачном участке или при усадебной территории, надо знать некоторые характеристики Для начала следует иметь представление о потребностях рассады Клумба своими руками обратите внимание Влаголюбивые и засухоустойчивые растения сажать рядом нерентабельно Соцветия можно группировать Цветовод должен иметь представление о том, что он хочет видеть в том или ином месте Ведь разнообразие растений застает врасплох начинающего дизайнера ландшафтов Это могут быть остелющиеся пересадки и высокорослые цветы и низкорослые разновидности Как же скомпоновать их красиво? Как создать цветочную клумбу своими руками? Есть несколько рекомендаций по поводу посадки семенников разного типа Высокорослые в большинстве случаев высаживаются на заднем плане композиции при учете положения полисадника под забором или углу Если цветник расположен посреди участка, то высокорослые семенники выгодно будут смотреться в середине композиции Тогда лобоваться ими можно будет с любой стороны При выборе цветов необходимо учитывать обильность их цветения Некоторые цветут в течение 7 дней, другие могут порадовать красивым видом в течение месяца Например, можно использовать декоративный лилейник Несмотря на то, что стали доступны многие другие сорта соцветий, лилейник всегда выгодно подчеркивает красоту цветничкой и пользуется Популярность среди садоводов за свою неприхотливость Головокружительный аромат разбивочной клумбы будет чувствоваться на большие расстояния Лилейник конкретных правил в подборе растений для цветника не существует Это достаточно творческая работа, предпочтения в творчестве у каждого разные Многие хотят видеть полисадники, в которых преобладают растения кустарного типа, потому как они не требуют тщательного ухода Другие предпочитают садить семеники в определенной цветовой гамме, утверждая, что это улучшает их эмоциональное состояние Очень выгодно смотрятся цвета, которые находятся рядом на цветовой линейке Например, насыщенные розовые розы и лиловый клематис, посаженные рядом, делают оформление участка элегантным Также эффектно смотрятся контрасты Семеники, цветущие синими и красными цветами, высаженные в речудливые композиции, сразу бросаются в глаза хозяевам и гостям В настоящее время выбор цветов достаточно велик Не составит особого труда оформить клумбочку разнообразными цветами, в той гамме, которая более близка по духу дизайнеру-цветоводу Еще один фактор, который необходимо учитывать при посадке цветов, для того чтобы клумба не была скучной, разнообразие внешнего вида самих соцветий Например, полисадник, состоящий только из зонтичных растений, метельчатые флоксы, очитки и видные ангелики, смотрятся весьма однообразно Если разбавить его вертикалями, веники, верокастомой и шарами монарда, он сразу начнет привлекать внимание Интересные клумбы про клумбы и цветники Композиции цветов в полисадниках создаются по воле садовода В момент создания цветника дома или на даче цветовод мечтает о том, чтобы клумба пестрела в разное время года Существует несколько правил, благодаря которым цветничок на любом участке будет смотреться очень гармонично Если цветник создается в небольшом саду, рекомендуется избегать четких и правильных линий Очень выгодно будет смотреться цветник, который от входа на участок будет тянуться конусом к противоположной части Тем самым визуально территория примет более вытянутую форму Сам цветник должен отделяться от газона четкой линией Пусть она будет кривой, но все же четко обозначенной Это могут быть гладкие камни по краю клумбы или низкорослые цветы Важно! Опытные цветоводы считают, что при создании цветника следует нарисовать чертеж Это позволит рассчитать количество высаживаемых растений, цвет клумбы, точность посадки Соцветий не должно быть много, каждый из них должно выделяться своей неповторимостью Вместе с тем гармонично и красиво подчеркивать Все остальные посаженные цветы При выборе соцветий для клумба можно руководствоваться характеристиками, указанными на пакетиках с семенами В зависимости от этих характеристик подбирается оптимальное расстояние между посадками Каждое из насаждений должно выделяться из общего вида клумбы, в то же время смотреться коллективно вместе с другими посадками При создании цветника помимо чертежа стоит создать список рассады, которая предпочтительней будет смотреться на участке Желательно компоновать в один цветник теплые цвета, в другой – холодные, или создавать контрастность, но не более трех цветов Контрастные клумбы допускаются использованием в цветниках трав и декоративных овощей Первые выгодно будут смотреться на протяжении долгого времени, вторые – делать контраст Не надо бояться экспериментировать, так как клумба – это творение одного дизайнера Цветы можно пересаживать в любое время года, можно менять их местами и компоновать разными способами Выбор семенников крайне велик В настоящее время селекционеры выводят многие сорта цветов, которые радуют садовник обильным цветением на протяжении долгого времени Закончилось то время, когда бордюры оформлялись исключительно декоративной травой, которая к тому же имела презентабельный вид непродолжительное время Для новичка будет совсем несложным создать клумбу, в которой будет насчитываться всего лишь два или три вида растений Зато они смогут порадовать садовника своим цветением продолжительное время Гарантией того, что клумба будет жить несколько лет, служит ее правильное расположение Если она находится в теневой части участка, цветы будут свести и не гореть под солнечными лучами Если возможности разбить цветник в тени нет, можно поместить его в рассеянную тень Это продлит цветение, простые клумбы и цветники своими руками Простая клумба своими руками Для создания клумбы своими руками понадобится совсем немного времени, чуть больше усилий и творческого восприятия мира Придерживаясь рекомендаций опытных цветоводов, можно достаточно сильно облагородить свой участок Наличие водоема на дачной или приусадебной территории вообще создает простор для полета мыслей творческого человека Существуют некоторые разновидности клумб, которые реально создать при условии отсутствия опыта Так как сделать клумбу своими руками Полисадник под названием миксбордер имеет неправильную форму Она очень распространена среди садоводов Очень часто в дизайне используются бочковые разновидности растений В состав семенников этой клумбы входят смешанные посадки Тут могут сочетаться как многолетние, так и однолетние растения Могут быть и клумбы из многолетников исключительно Кустарники неплохо будут подчеркивать яркость цветущих насаждений, деревья, разбавлять цветник Разнообразие подбирается исходя из периода цветения В большинстве случаев такие клумбы цветут с конца весны посередину осени Цветник под названием кровать говорит сам за себя Форма вытянутого прямоугольника выгодно увеличить территорию любого участка Кровать можно просмотреть с любой стороны, поэтому четкой посадки растений не существует Не рекомендуется сажать по периметру у цветника высокорослые цветы, так как сквозь них не будет видно других В основном, цветник в форме кровать содержит в себе однолетние луковичные растения Цветник кровать рабатка полоса, состоящая из цветов, которые отличаются продолжительностью цветения Занимает площадь до двух квадратных метров Чаще всего располагается возле оград и заборов Хорошо закрывает ограждение из шифера В таких клумбах можно использовать однотипные растения, которые отличаются продолжительностью цветения Высокорослые разновидности моноцветников закроют участок от посторонних глаз Рабатка бывает и нескольких видов Односторонняя, двусторонняя, прерывистая, непрерывная Существуют цветники-границы Они высаживаются с целью выделить границы того или иного объекта Например, отделить от газона прикорневую лунку дерева Можно высаживать как однотипные растения, так и цветы нескольких разновидностей Обычно посадка производится в несколько рядов, что позволяет пестрить цветам в разное время года Отделить цветник от газона может обыкновенный кирпич, поставленный под углом Или любой другой материал, который будет гармонично смотреться среди цветов Цветник-граница одной из сложных клумб считается портер-клумба Сложность ее состоит в том, что на чертеже, который создается до посадки рассады, нужно четко прорисовать все геометрические линии Такой цветник называют еще арабеской Он очень выгодно подчеркивает прямые линии архитектурных строений, стелы, памятники и дыры В полисаднике под названием массив используют однотипные растения, в основном травянистые Цветники из многолетников своими руками создаются с целью выделять другие клумбы Или быть связывающим звеном между несколькими цветниками Только ленивый может запустить и потерять растения в данной разновидности клумбы Клумбы группы состоят из однотипных растений Они могут расти независимо от основного ландшафтного дизайна, а могут выгодно подчеркивать другие декоративные культуры, растущие на дачной или приусадебной территории Клумбы группы могут цвести попеременно Период цветения одних растений в клумбе – лето, других – осень Главное – правильно организовать посадку Клумба группа пошагов ухода за полисадниками Для ухода за цветочной клумбой понадобятся минимальные знания о разновидностях цветочных посадок и об особенностях ухода за ними Существует много подручных средств и устройств, которые помогут цветоводу без труда поддерживать красоту цветника Есть описания и рекомендации, придерживаясь которых, можно будет с легкостью производить уход за своими зелеными любимцами, высаживать Цветы на оптимальном расстоянии друг от друга по схеме Это позволит не забивать другие посадки, но, вместе с тем, не оставить пробелов на почве в цветнике Учитывать периодичность цветения Для того, чтобы полисадник цвел на протяжении долгого времени, следует высаживать сорта растений, которые цветут один за одним Своевременно производить полив клумбы При браковке некоторых цветов их заменяют на другие Для этого следует держать несколько ростков каждого вида растения в теплицах или на балконах, в квартирах Своевременно рыхлить и пропалывать грунт между растениями, удалять сорняки Несколько раз за период роста и цветения производить подкормку растений минеральными и органическими удобрениями Удалять сухие или больные цветы Создать цветник своими руками – не такое простое занятие Хотя при минимальных знаниях и умении ухаживать за растениями это вполне реально 0.0 в от артикле ратинг Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...